Hello, друзья! Сегодня у нас будет обзорчик вот такого мини-краулера Bashar Rockstar. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, будет много обзоров. Ну что, вперед, смотрим! Вот такая у нас упаковочка Bashar. Это мини-краулер. Маленький вариант для езды как дома, так и на улице. Конечно, на улице это уже хуже вариант. Вероятность того, что попадет песок и мусор сильно увеличивается. Смотрим комплектацию. Значит, сам Bashar, такой вот, очень стильненький, смотрится очень интересно, круто. Элементы пластиковые, подвески, отсек под аккумулятор, имеет два сервопривода, передний и задний. Панели вот такие, металлические накладочки на пластик. Колеса мягкие. Вот такая вот машинка. Большой ход, как у краулера, все как нужно. Возможности поворота передних и задних колес могут поворотиться и в одном направлении. Сейчас все посмотрим. Так, что еще у нас в комплектации? Инструкция. Инструкция на пульт. Инструкция полностью полной. Мануал по самому автомобильчику, что, где, какая деталь, нумерациям. Это очень круто. И пульт управления, конечно, у нас. Запакован. Я, как дополнительно, заказал шестерни, потому что, по отзывам, они очень быстро накрываются. Поэтому, тоже об этом задумайтесь, если будет покупать такой краулер. Так, пульт управления у нас. Пульт управления. Такой в руке удобный. Резиновое колесико. Большое количество настроек. Тримминг есть. Переключение модул. Передние колеса, задние. Два колеса вместе в одну сторону. Два колеса в разные стороны. Ну, и включение, конечно. И тримминг. Культик прикольный. Так, ну что. Отставим аккумулятор. Аккумулятор, кстати, с ним в комплекте не идет. Поэтому аккумулятор нужно докупать самим. Размер под аккумулятор здесь не очень большой. Где-то покупать аккумулятор, наверное, на 300 мАч. Я купил аккумулятор побольше 400. Сейчас попробуем, как он войдет. Вот такой вот на сайте Гербеста. 300 мАч. Попробуем? Отлично уходит. 400 мАч можно спокойно ставить. Сейчас мы это все дело закроем. Аккумуляторный блок закрывается вот такой крышечкой. С резиновым уплотнителем. Чтобы хоть немножко защитить от брызги влаги. Если мы будем ездить на улице. Застелкнули. Защелочки очень плотненько защелкиваются. Еще посмотрим, как она у нас выглядит ближе. Амортизаторы. Амортизаторы просто сделаны в пружинке на таких штоках. Все сделано просто. Впереди и сзади они одинаковые. Конструкция простая. Все в основном пластиковое. Выглядит прикольно. Пульт управления. Здесь идут 4 батареечки или аккумулятора типа АА. Вот такой у нас башер. Значит включение здесь. Включили. Включаем пульт. Управление мягкое. Можно плавненько добавлять газ. Можно чуть быстрее. Управление мягкое. Отличной тяги хватает. Чтобы выехать, он довольно-таки крутой подъемчик. Ну и, конечно, ход подвески отличный. Посмотрим режимы. Передние колеса. Теперь задние поворачиваю. Теперь колеса вместе в одну сторону. Тоже иногда может такой режим понадобиться. При определенных условиях. И последний режим. Поворачивается вместе в одну сторону. Это очень круто. Конечно, радиус поворота уменьшается значительно. Как видите, машинка отличная. Много режимов. Стоимость около 100 долларов, наверное, полностью обойдется. С доставочкой из... Около 100 долларов. Плюс-минус. В зависимости, что еще добавлять. Аккумулятор какой. Слирем-комплект. Достойный автомобильчик. Для домашнего пользования. Или для сухой погоды. Где-нибудь погасать на улице. То, что нужно. Мне понравился. Интересный. Так что, если вам понравился. И понравился обзор. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Мне будет приятно. Ваши комментарии. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...